Успей поставить лайк за 3 секунды, если смотришь этот ролик в январе. Считаю. Раз, два, три. Кто поставил лайк, умничка. Всем привет, ребята. С вами, как всегда, Нубики. Мы продолжаем играть в мобильные игрушки. Сегодня у нас будет 8 крутых мобильных игр. Первая на сегодня называется Bullet Knight. Если вы ранее играли в игрушку Арчера, то вот это, в принципе, очень на неё даже похожая игра. Только в отличие от Арчера мы с вами играем не за лучника, а вот за такого чувачка, у которого здоровенный дробовичок. Итак, давайте мы с вами попытаемся пройти немножечко и уничтожить злых врагов. Вот смотрите, ребята, тут у нас появляются злые боты. Нам с вами нужно этих злых ботов уничтожать. Чем больше мы их с вами уничтожим, тем лучше. Тем больше денег заработаем и тем больше у нас будет пассивочек. Итак, самая первая миссия у нас пройдена. Мы двоих с вами чувачков завалили. Двигаемся дальше. Здесь у нас уже монстриков побольше. Видите, эти вот монстрики на нас пытаются нападать, но у них ничего не получилось. Когда мы с вами прокачиваем себе левел, у нас с вами предоставляется одна пассивочка. Еще где-то один уровень и что-то можно нам будет выбрать, какую-то новую пассивку. Так, тут на меня кто-то что-то... А, это, короче, какие-то то ли растения, то ли что-то вроде того. Видите, какие-то злые монстрики и растения. Мы с вами их уничтожили. Левел я прокачал или нет? Нет, левел, походу, я не прокачал. Еще одну миссию нужно пройти. Тогда мы с вами как раз-таки этот левел прокачаем. Ого, у нас тут, смотрите, какие здоровенные какие-то бот... Эти каких монстры. А что это за монстры вообще такие? Ничего себе, а как мы с вами их уничтожим? Ребят, я даже не знаю, как можно их уничтожить. О, меня еще тут могут вынести. Жесть, одного мы с вами монстра, конечно же, завалили. Но тут вот это еще один, короче, есть. Нам нужно как-то постараться его добить. Но давайте вот так вот побольше нанесем повреждения. Итак, раз, два, отходим. Капец, у меня 360 единиц здоровья всего-то нам всего осталось. И... Но мы с вами прокачали уровень. Отлично. Теперь нам можно что-нибудь выбрать. Короче, видите, у нас тут получается, либо будет раздвоение вот так вот патрона вперед, либо они будут удвоенно лететь в одну сторону, либо у нас будет расстраиваться патрон. Давайте мы с вами выберем вот такое вот удвоение. Я думаю, что это будет в два раза просто наноситься больше урона. Так, двигаемся дальше. А это у нас... А, это у нас ангел. И этот ангел нам может либо исцелить здоровье, либо добавить здоровье. Давайте мы с вами, наверное, исцелим все-таки наше здоровье. 600 единиц обратно у меня. Здоровье у этого чувачка, за которого мы с вами играем, есть. Продвигаемся дальше. Да, на этот раз, видите, ребята, мы с вами уже двойным как бы выстрелом владеем. И теперь можем двойным выстрелом наносить повреждения вот этим вот злым врагам. Так, отходим назад. А мы с вами с этой стороны, кстати, можем нанести повреждения. Можем, но нам поближе все-таки нужно встать, видите. Чуть-чуточку, если мы с вами вот так вот станем поближе, нанесем побольше повреждения, все будет отличненько. Ой, один разочек меня, конечно, зацепили. Ничего страшного. Одного мы с вами уже вынесли. Сейчас еще второго вынесем. Отлично. Эта миссия у нас тоже пройдена. И обратно мы с вами левел прокачали. Мы с вами можем выбрать одну из способностей. Либо будем замораживать, либо будем огнем добивать еще, либо электричеством. Давайте мы с вами выберем заморозку. Возможно, они не так вот быстро будут двигаться, эти наши монстрики. Ребята, очень интересная игрушка. Если нравится вам, ставьте лайк. Следующая игра у нас новая игрушка. Она называется Максикрафт. В нее мы еще не играли. Я выбрал творческий режим для того, чтобы мы с вами проверили, что это за игрушка. Какие тут, короче, блоки. Какая тут текстура блоков и так далее. Так, мы с вами можем взлетать. Взлетать мы с вами можем. Да, отлично. И теперь давайте постараемся. Ого, смотрите, какое прикольное солнышко. Да, солнышко у нас тоже имеет вид солнца. Не квадратное, как в Майнкрафте, либо в каком-нибудь Локикрафте. А имеет вот такой вот прикольный круглый цвет. Также мы с вами, получается, заспавнились возле деревни. И в этой деревне у нас уже есть какие-то местные жители. А местные жители очень прикольные. Смотрите, ребята, какие они, да. Они не похожи на местных жителей из Майнкрафта. Они похожи на каких-то человечков. Даже у них лицо есть. Ребят, посмотрите, у них реально есть лицо. Видите? Прикольно. Короче, у нас тут лицо есть у этих вот местных жителей. Они похожи просто на других каких-то чувачков. Так, ладно, давайте мы сейчас с вами проверим кое-какие мобы, какие тут у нас есть. Попытаемся мы с вами, может, кого-нибудь призвать. Это у нас... Это у нас что, барашки? Ребят, глядите, у нас даже у барашки есть лицо. Прикольно. Возможно, тут у всех мобов, которые тут в этой игрушке есть, будут лица. Ладно, давайте мы с вами попытаемся кого-нибудь вызвать. Это у нас менюшка. Менюшка у нас, видите, чуть-чуть, чуть-чуточку не похожая. Например, мы с вами блоки-блоки крафта выбираем с правой стороны, переключаем. А здесь у нас с левой стороны. Так, и теперь давайте выберем, что мы с вами... Где тут эти яйца для призыва этих... Для призыва мобов. Я хочу просто призвать пару мобов, чтобы мы с вами заценили. А, вот они, видите, какие тут яйца, видите? Чуть-чуточку отличаются. Это у нас ифрит. Дальше мы с вами вызовем еще гаста, к примеру. Повызываем всяких зомбаков, крипаков, пауков. Можно свинозомби взять, простого зомби взять. Дальше выберем еще с вами, к примеру, это у нас что такие? Вот это, по-моему, а, это мышка. Мышку мы с вами не будем вызывать. Ну и давайте вызовем... Хотя нет, давайте никого не будем вызывать. Давайте мы здесь с вами попытаемся сделать еще железного голема. Сейчас я найду эти железные блоки. Отлично. Сейчас для начала мы с вами давайте попризываем пару монстриков, а потом и сделаем железного голема. Итак, ифрит. Ребята, первая в мире игрушка, где ифрит у нас не похожа на ифрита. Смотрите, какие тут ифриты, правда же? Вообще не такие. Очень интересная игра, ребята, очень и очень прикольная. Она называется Макси Крафт. Одна единственная игрушка, где ифриты у нас отличаются. Вот таких вот ифритов, прорисовка блоков, таких ифритов нету нигде. Следующий у нас это гасты. Гасты у нас тоже отличаются. Смотрите, какие они здоровенные. И такая здоровенная морда у них, как будто это Момо. Следующий монстрик у нас крипа. Крипер у нас тоже отличается. Глядите, какой он красный. Такое ощущение, что он сейчас взорвется. Видите, весь такой потресканный. Дальше, это у нас Лизинь. Слизинь у нас тоже отличается. Это у нас Паук. И Паук у нас тоже отличается. Он какой-то зеленый. Прикольненько. Дальше, следующий монстр это свинозомби. Они у нас тоже отличаются. Следующие это у нас простые зомби. Их нужно заспавнить где-нибудь в воде, потому что они будут гореть. Так, давайте мы заспавним где-то здесь вот зомби. Зомби у нас тоже отличаются. Ребята, походу в этой игрушке у нас все мобы отличаются. Нет, у нас ни одного похожего моба. Ну что ж, хорошо, давайте сейчас мы тогда сделаем еще с вами железного голема, и посмотрим, какой у нас тут будет железный голем, будет ли он уничтожать этих злых мобов или же не будет, нам нужно еще тыквенную голову с вами подобрать, она где-то должна быть, а, вот она, ребята, есть, отлично, значит, берем тыквенную голову, и вуаля, у нас даже голем не такой, ребята, посмотрите, у нас голем вообще не похож на голема по текстуре, да, вот это прикольно, наконец-таки у нас есть какая-то новая игрушка, где прорисовка блоков и мобов у нас отличается от тех предыдущих. Ребят, если понравилась данная игрушка, поставьте лайк, я в следующий раз начну тут уже выживать. Следующая игра у нас называется Red Ball Hero 6, и это первая миссия, в эту игру я ранее еще не играл, давайте мы посмотрим, что это, короче, за игрушка про красный шарик. Скорее всего, что, как и в любом красном шарике, нам нужно будет проходить уровни, разгадывать загадки и в дальнейшем сражаться со злыми квадратиками. А, тут у нас еще и показано, ребятки, видите, у нас тут прям есть анимация, которая показывает, как нам эти миссии проходить, вообще прикольно. О, мы с вами еще одну сердечко, короче, получили, видите, у нас теперь два сердечка, две жизни есть, и вот как раз-таки злой монстр, которого нам нужно уничтожать. На этот раз наш красный шарик 6 будет сражаться уже не со злыми квадратиками, а с какими-то злыми квадратиками индейцами. Итак, переходим мы с вами ко второму левелу, отлично, это был первый левел, он вообще простенький у нас, оказывается, был. Тысячу монеток нам подогнали, двигаемся дальше, наверное, тут в дальнейшем мы с вами будем собирать деньги, и, скорее всего, ребята, за эти деньги потом в дальнейшем сможем открывать себе новые скинчики. Так, у нас тут с вами еще и магнитик, оказывается, есть, и что нам нужно здесь сделать? Теперь нам, видите, показывают, что нужно перетащить в правую сторону вот этот вот квадратик, все монетки мы с вами, в принципе, с помощью магнита пособираем, а здесь у нас что такое? Здесь мы с вами, наверное, обратно же должны вот этот вот шарик, да, мы с вами должны этот шарик дотаскать до самой правой стенки, и подняться вперед. Здесь у нас еще пару прикольненьких монеточек было, мы их с вами подсобирали опять очередной, очередное препятствие, мы с вами это препятствие проходим, двигаемся дальше. Следующая игра у нас называется Run Sirenogolov'ы. Это раннер, где мы с вами должны будем проходить испытания с помощью сиреноголового. Итак, для начала нам нужно, конечно же, собирать монетки, потом в дальнейшем нам нужно с вами уничтожать нашим сиреноголовым различных монстриков, которые тут на нашем пути будут возникать. Чем больше мы с вами этих монстриков уничтожим, тем будет лучше. Мы с вами должны собирать монетки, и потом в дальнейшем также должны собирать буковки и отгадывать какие-то слова. Одну букву мы с вами, по-моему, только что подобрали, это была у нас какая буковка? Вроде как Z. Давайте мы дальше продолжим с вами играть. А, не, не показывают, ребята, какую мы с вами буковку подобрали. Тут нам нужно, короче, эти буквы подбирать, и потом в дальнейшем мы с вами можем отгадывать слово. Если мы с вами уже одну буковочку подобрали, то у нас тут впереди... О, кстати, а что это такое? Я какую-то новую пассивочку, по-моему, подобрал, был какой-то рюдзачок, но я, если честно, не рассмотрел что-то такое. один-единственный раз, так что особо далеко я в ней не продвинулся. Это у нас, можно сказать, тоже своего рода обзор по данной игрушке. Знаю, что тут у нас есть монетки, которые нужно подбирать. Знаю, что тут есть у нас различные животные и различные индейцы, которых нам нужно уничтожать. Вот. И также нам нужно с вами слова собирать. Да что ж ты будешь делать? Индейца мы с вами завалили, но все равно врезались. Когда мы с вами соберем полностью слово, возможно нам подгонят какой-то сундучок, и в этом сундучке откроется либо какой-то новый скинчик, либо, возможно, одежда для нашего сиреноголова. И мы с вами потом в дальнейшем сможем играть уже за другой скинчик. Ну вот такая вот прикольная игрушка. Это первый раннер про сиреноголова, который я когда-либо где-то видел. До этого в подобный раннер я еще не играл никогда. Ребят, если вы ранее играли уже в эту игрушку, либо кто-то из вас вообще играл в раннер про сиреноголова, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Мне будет очень интересно узнать, возможно, я еще какую-нибудь игрушку раннер про сиреноголова скачаю, и мы с вами поиграем в следующий раз. Следующая игрушка у нас с вами будет Роблекс, а именно симулятор Бравл Старса. И в данной игре у меня уже есть 4 Бравлера. Это Шелли, Нита, Кольт и я вот буквально в предыдущий раз, когда мы с вами играли в данную игру, открыл себе Була. Мне кажется, что Булл здесь самый-самый прикольный. Эта игра очень интересная, ребята, и здесь мы с вами можем уничтожать. Вот, к примеру, сейчас я, наверное, Дэрила уже добью. Да, я добил Дэрила, но меня тут прессует кто-то другой. А кто меня тут еще стреляет? Это был либо Ворон, ребята. А, это Ворон, наверное, меня траванул. Ребятки, сейчас мне может еще и Ворон уничтожил. Да, вот видите, возле меня тут бегал Ворон. Я уничтожил Дэрила, но этот Ворон меня траванул, и я все равно погиб. Короче, бегал-бегал тут и склеил ласты наш с вами Булл. Здесь в этой игре нам с вами нужно будет уничтожать как злых вот таких вот различных роботов, так и других Бравлеров, которых тут очень много. Это своего рода одиночное столкновение, но в этом одиночном столкновении мы с вами должны еще уничтожать злых роботов и стараться, чтобы эти роботы нас с вами не кокнули, не добили. Также в этой игрушке у нас есть, сейчас я вам если найду, покажу такие шарики. Мы с вами должны эти шарики как бы одевать на себя, и соответственно будем наносить мы тогда еще и урон этими шариками. А вот, ребятки, видите, вот у нас есть тут белый шарик. Сейчас я вам, короче, покажу, как он работает. Итак, вот мы с вами подходим к шарику. Шарик я уже зацепил, видите, он крутится вокруг меня, этот шарик, и соответственно, те мобы, которые тут будут возле меня, они ими, одни тоже будут погибать. Ого, меня сейчас, наверное, нет, не уничтожило. Я думал, что меня вот это вот Биби сейчас уничтожит, но мы с вами справились с ней и добили. Добил я Биби, добил я Дэрила, ребят, ничего себе! Да мы с вами двоих человек уже добили, вот это было круто. У меня даже, по-моему, ульта уже активировалась. Теперь мы с вами сможем применить мою ульту. Кстати, ульту в Була я еще не проверял. Давайте мы с вами попробуем это сделать. Ух, ничего себе, ребят, смотрите, как он разгоняется. Он очень сильно разгоняется и уничтожает все на своем пути. Так, а тут вот у нас есть Дэрил, который меня тоже ударил. Кстати, ульта ударила тоже прикольная. Меня сейчас кто-то траванул. Походу, ребята, это был ворон. Я только что еще кольта завалил, но... А, нет, не ворон, ребятки. У нас тут, смотрите, какая-то кислота разлита. А, знаете что? Это, скорее всего, что Барли. Возможно, когда мы с вами насобираем побольше трофеев, вот смотрите, для того, чтобы открыть нового Бравлера, мне нужно 500 трофеев. У меня есть 415. Так вот, когда мы с вами насобираем 500 трофеев, у нас откроется новый Бравлер. И это, кстати, может быть к примеру Барли. Если это будет Барли, будет отлично. Мы с вами будем еще такими баночками забрасывать в наших врагов. И они будут, так как мы с вами ходить по этим вот баночкам, и будут, соответственно, погибать. Сейчас еще кольта завалю. О, отлично, я кольта завалил. И сейчас, ребята, я вот этого уже Барли попробую добить. Вот видите, я уже Барли добил, он меня чуточку траванул, но все равно до конца не вынес. А это возле меня уже Мортис, короче, тусит. Можно попытаться еще Мортиса тоже немножко вот так вот побить. Нет, Мортис ушел. Тут остался один единственный кольтик. Ну, давайте хотя бы кольта тогда завалим. Еще пару раз мы в него выстрелим. И... Да, ребята, кольта мы с вами тоже завалили. Практически ульту я уже активировал. Сейчас еще один разочек мне нужно в кого-нибудь попасть. Все, я попал, короче, отлично. Теперь моя ульта активирована, и мы с вами можем разрушать все на своем пути. Видите? Никакие препятствия нас с вами не остановят. У меня очень мало здоровья осталось из-за того, что меня тут немножечко шелли подбило, когда я бежал в свои... Ну, типа, когда я активировал свою ульту. Но здесь вот здоровье у нас потихонечку восстанавливается. Все, что нужно сделать, это, к примеру, зайти в какие-нибудь кустики. В кустах здесь восстанавливается намного быстрее здоровье. Когда у нас оно, это здоровье полностью восстановится, мы с вами продолжаем играть и продолжаем уничтожать других бравлеров и других роботов, которые тут есть. Ну, вот такая вот прикольная игрушка. Это симулятор в Роблоксе, но симулятор Бравл Старса. Если понравилась эта игра, поставьте мне, пожалуйста, лайк, ребятки, мы с вами в следующий раз еще поиграем. Ну, а эта игрушка у нас называется с вами Айдол Лампейк. В этой игре мы с вами должны продавать ее... Ну, вернее, мы с вами должны рубить деревья. Сейчас я вам, короче, покажу. Есть у нас вот такой вот чувак, видите? Он рубит елки. Вот. Потом мы с вами эти елки можем продавать. Сейчас еще вам тоже покажу. Вот здесь вот у нас есть чуваки. И мы с вами, видите, все вот эти вот елки, которые нарубили, тут 300 елок было, мы с вами продали их и заработали монетки. Теперь у нас с вами 320 монеток есть. Потом мы с вами обратно продвигаемся вот сюда вот вперед, рубим тут лес, рубим все елки, потом в дальнейшем обратно возвращаемся назад. За эти елки зарабатываем деньги и потом эти деньги вкидываем в прокачку наших с вами параметров. Здесь мы с вами должны прокачивать топорик, должны мы с вами прокачивать здесь деревообрабатывающий И станок, и должны мы с вами тут прокачивать наш склад, потому что чем больше мы с вами прокачаем склад, тем больше этих елок, соответственно, можно будет нам срубить. Поначалу, когда я только играл в эту игрушку, мне пришлось, ну, раз, наверное, 3-4, может даже 5 рубить вот эту вот зеленую елку. Теперь мы с вами нормально прокачали топорик, и вот эту вот зеленую елку я могу срубить уже с первого удара. Ну, а у нас тут уже пошли вот такие вот какие-то синие, даже голубенькие, а не синие елки. Эти елки для того, чтобы сейчас прорубить, мне нужно раза уже 3-4 как раз-таки рубить. Чтобы их тоже срубливать с первого раза, нужно будет топор прокачать очень и очень хорошо. Сейчас мы с вами уже дособираем немножечко побольше этих елочек. Вижу, что у меня есть 76 зеленых елок, и уже 34 есть синих елки. И впереди у нас есть возможность еще и топор один какой-то подобрать. Это новый топор, у меня его еще нет. Сейчас я, короче, доберусь до этого топорика, мы посмотрим, возможно, у меня пройдет улучшение этого топорика, либо какое-нибудь новое оружие мне подбросят. Сейчас я, короче, посмотрю. Отлично, все эти елки мы подсобрали, и вуаля! Да, у меня новый топор, ребята! И теперь я елки рублю уже с 3-х раз. До этого, по-моему, вот эту голубенькую елку я то ли с 4, то ли с 5-го раза вырубливал. Теперь уже 3 раза, и елка у нас рубленная. Теперь мы с вами можем возвращаться назад и обратно же продать все эти елочки, которые у нас тут есть, и прикупить себе параметры. Побольше параметров себе прикупить для того, чтобы у нас, ребята, либо чтобы мы с вами намного быстрее рубили, либо намного проще рубить. Вернее, либо мы с вами скорость себе улучшаем для того, чтобы намного быстрее рубить, либо мы с вами прокачиваем хилку, и тогда мы с вами рубим просто уже с 1 раза елку. Просто-напросто вырубаем. Не нужно там ни 2, ни 3 раза ее рубить, а с 1 раза мы ее с вами вырубаем. Итак, я все елки, соответственно, продал. У меня уже 728 монеток есть. Мы с вами, смотрите, можем прокачать как раз-таки наш деревообрабатывающий станок. И также мы с вами можем еще и склад прокачать. Тут у меня вместительность елок 300 штук. Мы с вами можем прокачать, видите, его чуточку. И теперь вместительность елок у нас уже будет сколько? 750. Обратно. Теперь обратно 300, но вместительность 300 елок вот таких вот синих. То есть, соответственно, мы с вами можем зеленых сюда сколько хочешь, только и закидывать. Следующие наши параметры. Ну вот, можно, конечно же, еще вот те деньги, которые у нас есть, как раз-таки вот этот вот деревообрабатывающий станок всадить. А все остальные елки, которые будем рубить, тогда уже прокачаем, продадим и постараемся прокачать уже наш топорик. Если, ребята, эта игрушка вам понравилась, поставьте, пожалуйста, лайк. Следующая игра у нас будет с вами Minecraft. И игрушка, мини-игрушка называется Lucky Island. Будем мы с вами разбивать лаки-блоки и постараемся как можно больше наших соседей вынести. Надеюсь, у нас все получится. Самое основное, ребята, и самое главное, чтобы у нас вот эти вот лаки-блоки были счастливые. Если лаки-блоки будут счастливые, то мы с вами здесь выиграем. Если лаки-блоки у нас будут не счастливые и ничего нормального с этих лаки-блоков выпадать не будет, то мы с вами, соответственно, здесь проиграем. Давайте сейчас еще один лаки-блок, этот вот откроем. И сейчас, ребята, давайте, знаете, что мы с вами сделаем? Давайте сейчас побырику мы с вами сделаем себе хотя бы меч. Давайте хотя бы меч, отлично. Хотя бы меч, ребята, сделали, это уже неплохо. В принципе, меч у меня, к сожалению, не выпал в лаки-блоке, но зато пару вот таких вот прикольных выпало этих изумрудиков, я смог себе меч скрафтить Давайте еще вот этот вот лаки-блок разобьем, что у нас тут, ооо, у нас тут песик, вот это круто, будет этот песик, наверное, сражаться вместе с нами будет на нашей стороне Защищать нас должен он, давай, выходи сюда вниз и помогай нам сражаться Так, ребят, что нам нужно делать? Можно, конечно же, постараться перебраться на вот этот вот центральный островочек, тут побольше лаки-блока, видите, есть Ну, а можно еще поразбивать немножечко наши вот эти вот блоки, возможно, тут именно на нашем острове еще будут тоже какие-нибудь вещи и какие-то лаки-блоки К сожалению, по-моему, ничего нормального тут и нету Так, ладно, ребятки, что будем делать? Либо будем сражаться с другими ребятами, либо будем перебираться на соседние лаки-блоки, на соседние скай-блоки вот эти вот Я думаю, друзья, если мы сейчас с вами будем перебираться и меня тут хотя бы кто-нибудь уничтожит, хотя бы кто-то ударит меня разочек, будет очень-очень обидно Если у кого-нибудь есть лук Вот, кстати, видите, у нас есть уже сосед И у него может быть лук Нет, лука у него вроде как нету Ладненько, давайте постараемся мы с вами тогда перебраться на эту сторону На соседние вот эти вот блоки И, может, тут как раз-таки залутаем еще пару лаки-блоков Для того, чтобы победить наших врагов Ай, кто это? Хуй, я подумал, что это кто-то на меня нападает Это был, ребята, песик, который вместе со мной тут сражается Так, отлично, мы с вами перепрыгнули сюда вот вниз И открываем лаки-блоки, которые тут есть Это у нас кирка, в принципе, неплохо Это у нас что такое? Яблочки Тоже неплохо, пока, правда, мне эти яблочки не нужны Дальше лаки-блоки, это что у нас такое? Какие-то деревенщины вроде Она нам, в принципе, без надобности эта деревенщина А вот у нас есть, ребята, уже первый Первый наш соперник, которого можно было бы ударить Нет, он меня сбросил, да как так-то? Ребята, знаете, что мне нужно было делать? Мне нужно было продолжать раскрывать лаки-блоки Хотя бы какую-нибудь броньку где-то выбить Если бы у меня хотя бы примитивная бронька была Как вот этого чувака, который меня столкнул Я думаю, что мы бы с вами, возможно, его даже уничтожили А так у него побольше бронька И, соответственно, он меня просто-напросто ударил И я отлетел вот сюда вот в пропасть Ну что же, бывает и такое иногда Если, ребята, нравится вам игрушка Лаки Айленд Ставьте лайк Если вам нравится какая-то другая мини-игра в Майнкрафте Просто напишите ее название в комментариях Самая последняя игра на сегодня у нас будет Бравл Старс И здесь мы поиграем с вами в одиночном столкновении За нашу маленькую Джесси Этот бравлер очень, ребята, прикольный Если бы мы с вами еще и ульту позарядили То можно нам было даже рассчитывать на первую тройку мест Оказывается, что ульта у данного бравлера Она у нас бьет только по прямой То есть мы с вами не можем А, вот, зато вот таким вот образом, ребята Мы с вами ульту эту можем зарядить Видите? Я сейчас могу, например, по Розе немножко Побить Ульту нашу мы с вами можем зарядить И потом, ребята, с помощью этой ульты Мы будем абсолютно уничтожать всех бравлеров И все остальные вышки, которые тут будут возле нас Так, Розу уничтожили Отлично, Розу кто-то уничтожил Ну как, кто-то Мы с вами уничтожили Розу Сейчас мы еще вот эту вот Джесси попробуем уничтожить Я бы ее, конечно, уничтожил Но она убежала Итак, что я вам хотел, ребята, сказать Я хотел вам сказать следующее Что ульта Так, отлично, Джесси Мы еще одну добили Ульта у данного бравлера Она очень прикольная Но она наносит повреждения только по прямой То есть мы с вами через вот эти вот Различные блоки К сожалению, не сможем наносить повреждения А это у нас, короче, Карл тут еще нарисовался Давайте мы сейчас с вами этого Карла Попробуем завалить Блин, ребята, я Карла добью или нет? Ну, давай Почти добил, ребят Практически моя ульта его добила Ну, конечно, немножечко я не так сделал, как нужно было Нам с вами нужно было обойти просто этого Карла И постараться его с другой стороны уничтожить Давайте еще один разочек мы сыграем за данного бравлера Если мы с вами еще два раза выиграем за данного бравлера То получим аж 200 жетонов Ну что же, я думаю, что неплохо Этот бравлер очень хорош в осаде В одиночных либо парных столкновениях Если честно, такой себе он У него, у этого бравлера, у Джесси Очень такой вот маленький урон То есть для того, чтобы разбить сундук Ему нужно аж 8 Вернее, ей нужно Где-то аж 8 раз по этому сундуку ударить Поэтому намного проще играть в одиночных столкновениях За таких бравлеров, у которых либо много здоровья Либо у которых довольно-таки серьезный и сильный урон К примеру, ребята, у нас очень хорошие бравлеры Это Дэрил либо Булл Для одиночного столкновения это просто идеальные бравлеры Тут возле нас еще Динамайк Смотрите, тусит Мы с вами еще Динамайка Можем тоже вот так вот ударить Во-первых, мы его с вами, ребята, можем добить А во-вторых, мы с вами можем зарядить себе ульту на этом Динамайке О, это, ребята, уже Эдгар Нам, короче, кранты будет, если он нас попытается уничтожить Потому что у меня очень мало здоровья Так, вот у нас еще Динамайк есть Ой, отойдем давайте подальше А то еще Динамайк нас тоже, короче, завалит Блин, вот еще Эдгар, ребятки О, нет Нам нужно улепетывать Эдгар, кстати, как Эль Примо В ближнем бою очень-очень хорош Его практически невозможно уничтожить Мы сейчас с вами постараемся Хотя бы немножечко их покоцать Я уже призвал свою ульту Я надеюсь, что ульта моя мне поможет И вот мы с вами сейчас одного Эдгара уже добьем И, возможно, еще одного Эдгара добьем Ребятки, глядите Мы с вами реально еще одного Эдгара можем добить Но у него, нет, у него уже ульта есть И он ударит меня этой ультой Но я его добил Ничего себе, друзья Вот это было реально жестко Вот это было вообще реально жестко Я подумал, что мне, короче, кранты Но не тут-то было, друзья Сейчас мы с вами попробуем еще ульту Ниты Уничтожить У нее 6 банок А у меня оказывает... Ой, у нее 4 банки А у меня оказывается А6 банок Сейчас мы с вами попробуем еще чуть-чуточку вот так вот ее покоцать, еще я ульту постараюсь, ребята, зарядить, как только я заряжу свою ульту, ей будет кранты, ну все, ей уже, ребятки, кранты, вряд ли она что-то сможет сделать, это не то, сейчас она будет просто от газа вот этого погибать, и мы с вами, соответственно, вот так вот ее добьем, вуаля, ребята, мы с вами взяли первое место, отлично, просто отлично, 10 кубков падает на нашу с вами копилочку, давайте еще один разочек сыграем, и смотрите, реально мы с вами сможем получить аж 200, даже не 200, а 450 жетонов, ну 200 железно получим, А потом еще 250, чуть-чуточку попозже, давайте попытаемся хотя бы 200 жетонов получить, они нам, конечно же, лишними не будут, сейчас я еще вот эту одну баночку заберу, ой, это у нас кто? Это у нас, ребята, был, нет, мы с тобой не будем дружить, чувак, я тебя, конечно же, уничтожу, у нас с вами не будет ни с кем мира, мы с вами просто вот так вот их будем всех уничтожать и заряжать нашу ульту, он обиделся или она обиделась и просто-напросто стоит на одном месте, давайте мы сейчас с вами добьем его, отлично, одного я, короче, уже добил, а здесь вот в кустиках, давайте мы с вами поставим тогда еще нашу ульту, одну, которая бы уничтожала, во-первых, всех моих недругов, а во-вторых, защищала бы меня, ой, нет, ребята, это будет сейчас очень печально, потому что мы с вами тут в центре, нет, в центре меня, конечно, добили, потому что со всех сторон меня били, но тем не менее, ребята, мы с вами два раза довольно-таки неплохо сыграли и, получается, заработали, по-моему, около 16 или 18 кубков, если нравится игрушка Бравл Старс, ставьте лайк, ну а сегодня, ребята, мы с вами поиграли 8 прикольных мобильных игрушек, проголосуйте в комментах, какая игра понравилась больше всего, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ну а с вами был Алнубик, всем удачи, друзья, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok